Иногда острое воспаление суставов, межпозвоночных дисков или связок может возникнуть в любое время в любом месте. В основном болезни опорно-двигательного аппарата возникают после физических нагрузок, особенно после однообразных или монотонных, очень тяжелых. Обычно такие нагрузки связаны с работой на конвейере, фабриках, заводах, водителям машин, грузчиков и т.д. На таких работах обычно задействована одна группа мышц, работающая без отдыха, что не дает им восстанавливаться. Постоянное напряжение не дает мышцам расслабиться, так как не происходит нормальный газообмен, улучшается обмен веществ, улучшается ток лимфы. Все эти факторы со временем приводят к возникновению периодической или внезапной боли. Столкнувшись с проблемой острой боли, особенно которая внезапно появилась, любой человек начинает искать любые выходы, чтобы избавиться от проблемы, избавиться от боли. Боль в мышцах, связках, межпозвоночных дисках возникает вследствие появления воспалительных процессов, незадействованные клетки иммунитета. Острота боли зависит от реакции иммунитета на микротравмы, а работа иммунитета зависит от лимфатической системы, а конкретно от ее состояния. Чем чище лимфатическая система и кишечник, тем слабее будет боль, и время ее будет намного меньше, чем у человека, у которого лимфатическая система находится в плохом состоянии, так же как и его кишечник и печень. Это возникает в силу того, что токсины, которые образуются в местах воспаления, должны повторно перерабатываться иммунными клетками, что только увеличит их приток в зону воспаления и, соответственно, уделение ими медиаторов боли в больших количествах. Для того, чтобы уменьшить боль и снизить никому не нужную гиперреакцию иммунной системы, необходимо наладить кровообращение и ускорить детоксикацию. Чтобы это сделать, необходимо поголодать на воде несколько дней, и можно один день поголодать, выпив одну-две кружки воды с утра. Кроме того, если боль возникла в ногах, можно применять еще и парение ног в теплой воде, то есть попарить ноги по лодыжке. Это улучшит кровообращение как в артериях, так и в венах, в которых часто застаивается кровь, особенно при тяжелых физических нагрузках. Можно применять и различные сосуды расширяющие травы, что только дополнит процесс снятия боли и ускорит восстановление. Без нормализации кровообращения в зоне повреждения, процесс заживления может занять очень длительное время, перейти в хроническую травму, что будет постоянно беспокоить и давать нормально жить и работать. Субтитры создавал DimaTorzok